Меня зовут Горянский Павел, я представляю открытую мобильную платформу. Доклад будет, насколько это возможно, быстро. Все успеют поесть. Доклад посвящен основам, какому-то пониманию, как портировать Selfish на устройство, на котором есть уже Android, либо Cernogin Mood, хотя бы запускается. Пятый, шестой, четвертый, какой-нибудь. Так, план действий. Нужно обидеться с требованиями, то есть, какими знаниями нужно обладать, какое должно быть устройство. Нужно понимать, как работает ReapHibris, это прослойка, которая позволяет запускать Android драйвера на Linux, WS-системе. Нужны средства для сборки, которые... Это Android-видиты, это сборочные скрипты. В общем, с этим всем нужно разобраться. Достаточно подробно это описано в КДК, который мы будем... Мы пробежимся по всем этапам сборки. КДК это Hardware Adaptation Kit, который лежит на официальном сайте Ювы. И... Вы его там можете найти. В конце будут ссылки. Потом, когда мы соберем образ, нам нужно будет его запустить. И... Можно будет упомянуть, как загрузить на устройство. Где лежит сам образ, как он запускается совместно с Android-системой, которая там уже есть. И нужны средства отладки, потому что сразу может и не запуститься. Что мы получим от этого? Для чего нам это нужно? Ну... Во-первых, для того, чтобы попробовать на нашем телефоне селфиш. Если у нас есть Android, если у нас запускается социальный геймод, лучше 4.4. Можно и 5. Можно и 5.1. Но 6.6. 6.6 может и не запуститься, потому что Хибрис уже обратил ее на 6. Но... Сама система может и заработать. Так. Посмотреть телефон с селфишем без покупки. То есть вы можете запускать... Вы также можете писать нативные приложения на своем телефоне. Они ничем не будут отличаться от тех, которые вы запускаете на JLAC. То есть если вы разработчик, и вам нужен телефон, а нет возможности его купить. получить эстетическое удовольствие. И всегда можно вернуться к контролю простой перепрошивкой Boot Image. Либо можно перепрошить рекавы и запускать сразу две системы. Если это будет удобно. какие базовые навыки нужны? Какие знания? Ну... Работа с ринусом тут важна. И... опыт сборки цианогена будет очень понадобиться. Потому что все на основе НИЛО плюс рептибы, плюс работа со скриптовыми языками, системы сборки, работа с репозиториями, гетонами. Все это пригодится. Возможно понадобятся еще какие-нибудь знания. Возможно надо будет копать глубже. Все зависит от того устройства, которое вам достанется. Будем надеяться, что будет сеть отличается от кастерной версии по ошибкам. Так... Так... Смолчат какие мы средства используем при сборке. Это уже относится к тому, что мы уже решили собрать этот телефон, мы уже определились с ним. И... что нам нужно на системе, чтобы нам хотя бы начать заниматься? Нам нужен мэр. Нам нужно SDC, который у вас в принципе уже серфиш SDC, он уже идет как виртуальная машина. Здесь вы его качаете с сайта и разворачиваете у себя, и заходите в него через черт. тут сразу несколько чертов. Мэр это базовый, основан на OpenSource и Windows, менеджер Пакета Покакон и Zipper. Все это тянется от того, что UBS и многие UBS строятся именно на этой системе. с с также нам нужен нужно собрать Android Android Car2 Dotation How нам нужны бинарные DWB если конечно есть исходники это маловероятно от системы Android нужен root андроидовский так же в ХАУ входит и хиббейс который все эти драйвера компонует и собирается в несколько пакетов в принципе сам ХАУ состоит порядка из 10 пакетов которые можно поставить на системе и уже подменить те вызовы которые нужны чтобы запустить Android в принципе эта задача первая стоит чтобы запустить какую-то минимальную систему возможно пока еще без графики но хотя бы чтобы увидеть концу и что-то сделать посмотреть логи средний уровень это уже туда входят пакеты которые могут частично быть зависимы от хиббейса они также пересобираются нами текущей проблему текущего порта и плагин Qt Wave это в общем плагин который позволяет запустить графическую под систему подставить подставить запустить у себя графический композитор андроидовский графический композитор который запустится поверх редуксового дуку структурная схема как формировался мэр уже было упомянуто откуда он появился в принципе нас интересует только вот это мы раздевался на две части с ссылкой что S в качестве GUI использует Jowa GUI Pt GMA и MemoFile который тоже можно похоже 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 портируется ну оно абсолютно open source джо часть middle бра пакетов и верхний уровень практически весь он наполитальный так более подробнее про их и по из посолька для запуска для запуска для запуска для обеспечения работы на основе BFC вызовут их героника работающим в using space пространстве с использованием системной библиотеки Bionic проект начат в 2012 году основатель Castmult тогда получилось запустить какую-то систему в 2013 году получился запуск графических драйверов по ссылке интересно посмотреть там описывается какие компоненты используются какие вызовы поменяли что состоялось список поддерживаемых устройств уже двух помянут порядка 40 устройств какие-то устройства полностью портировали на каких-то частично запускаются какие-то сервисы там gps lanas звук и так далее хорошо становится все на google телефон гугловских телефонах у них с этим все хорошо так так это пример работали хибрис в качестве графической подсистемы есть латинный android гибриотеки собранные в android есть bionic это гибриотека egl gs в общем графические гибриотеки и хибрис гибриотека которая все их собирает и делает копии тех же гибриотек которые находятся в android в каждой библиотеке прописаны каждый вызов в принципе обернут в android так в принципе происходит со всеми библиотеками и через хибрис то есть через эту по судьбу все и работает ну по судьбе набор варберов которые и которые так значит требования куста есть которые будут партия ну я уже сказал а версия 7 либо 486 процесса это две системы на которых это все работает остальных еще порта нету так рабочие исходники которые нам обязательно проверить ну там будет еще свое ядро лучше брать третью версию но от версии которая уже поддерживает систердер можно попробовать есть старые борты на которых 2.6.38 его запускается сборочная система и x86 64 бита и достаточно больше 16 гигабайт это минимальное на самом деле потребуется со сборкой цианогена и так далее порядка 10 в 16 если все сразу готово вы собираете и чем больше разума тем лучше дальше компоненты все выше зелено выделены открытые компоненты с открытыми исходными уходами оранжевые частично закрытые красные закрыты тут еще нету ветки просонки здесь у нас не интересует он не участвует в этом он качается уже в качестве готовых бинарных предприемок и просто становятся так здесь самый нижний воин первое что нужно собрать это минимальный ядр и ядро с депинами с депинами средний воин это аппаратнозависимые аппаратнозависимые сервисы которые непосредственно взаимодействуют ну это собственно есть все что взаимодействует с видовом но уже предоставляет свой интерфейс повышенную оценю и все остальное ну большей частью частично так же пересобирается но в основном все копируется уже готовыми рекламками из kickstart файлов так это предупреждение все возможные посредствия которые могут произойти с вашим телефоном что нужно сначала сделать сделать быкап это обязательно потому что вы можете перетереть случайно те разделы которые содержат записи которые сделал производитель настройки модема и так далее частично не кирпич кирпич на ваш телефон поэтому если вы сделаете букап вы можете очень быстро вернуться назад к тому состоянию андроиду вот так что это обязательно прием да запуститься на генмод это более чем желательно ту систему на которую вы будете фактировать сначала запустить и проверить все модули потому что зачастую может случиться что у вас просто там ничего не работает а вы просто дадите время не понимая почему не работает нужна точность рабочая система и попробовать на этом ценогене проверить все модули в ХДК там описаны методики проверки на друиде всех основных звук установками СДК в общем-то он там качается распаковывается пишется пару венверовых файлов и запускается ну в ХДК там написано все работа производится меры звука через чум также нужно обновить репозитории установить дополнительные удели которые вам пригодится для записи на устройство и доступа ему дает нам и установка Ubuntu нам нужен для того чтобы собрать хамп чтобы boot image собрать ну так уж повелось что андроиды собирают Ubuntu 14 бай4 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 это примерно структура папок в нашем причем она практически обязательно там статические следы и вот у вас есть фом папка создаете мэр и в нее android дроид там вас андроид лежит прописываются ингредиументы которые соответствуют этим пунктам там лежат таргеты вы когда собираете свои приложения вы используете там таргета vse java здесь вы его создаете сами потому что у вас ваша платформа java Ubuntu sdk 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 root mero который чурни убун то это чрут убун плюс еще в таргете есть чрут который специфичный к этой платформе armb7 через qr туда ходить ну сейчас разберем дальше в общем есть есть два спуска как получить исходный андевоид можно цианаген мод зайти на сайт цианаген мод и посмотреть как он собирается он выкачать все и положить в папку есть другой способ если цианаген тоже поддерживается вашей системе вы можете собрать этот файл прописать это вендора он смотрит где все цианагены лежат и выкачивает по метке андроиду весь нужный чок весь нужный чок весь нужный рот андроидовский туда куда нам и уже с с теми правками которые нам нужны то есть ничего лишнего не выкачивается это более прекращительный метод выкачивается порядка 20 гигабайт вместе с комплинаторами прибилдерами и так далее то есть занимает много места собирается трудно перед тем как собирать ну вы выкачивали у вас есть уже готовый андроидовский вам нужно применить две вещи на нем во первых плюс к тому вы еще я этот пульт написал хватит еще позже вы должны через джип гид на парку андроида туда сделать пух хибриса то есть нужно хибрис поместить в андроидовский руд и выполнить фикс mount coins что это делает это позволяет дело в том что стандартной системе могут точки монтирования соответствовать тем которые у вас в системе и там есть специальный файк куда прописываются патчи этих mount coins то есть там прописывается девайс и какая точка монтирования соответствует какому девайсу вот если повезет оно совпадет и заработает если не повезет туда она есть посмотреть это можно загрузившись либо вайкарвы андроида посмотреть там точкам файл либо посмотреть в исходниках в исходниках андроида в девайсе там тоже есть файл рекавы фастап в нем тоже это все прописано то есть если оно отличается от стандартного это нужно заменить иначе у вас просто селфиш не найдет путь и у вас ничего не запустится в общем есть еще один скрипт мэркар кьямо конфиг чеки его нужно применить к конфигу ядра потому что стандартная андроида отличается от ядра которую нам нужно чтобы запустить сервиш и в общем то запускаешь этот скрипт с параметром конфига он тебе показывает что надо убрать что нужно добавить что там желательно устроить все эти правки вносится опять же этот конфиг кладется прямо в build properties девайса который в андроиде решит либо ну прописывается новая строка либо import либо меняется текущий конфиг именно который берется для сборки так ну вот подошли на сборку как сюда попасть в объект sdk сначала мы заходим в мировский sdk он прописывается через интервью и фактически вы просто набираете sdk либо можно сразу изменить и у вас сразу будет объект набираете sdk туда надо заходить под ауток потом заходите потом оттуда запускайте скрипт который уже есть в мировском крути это убу чут минус и папка андроид ну папка в которой у вас лежит убутовский чут и у вас будет хабилт sdk но в хдк это написано в принципе ничего сложного нету заходите заходите в свой андроидовский рот запускаете андроидовский скрипт который подтягивается андроидов выставляете кэш если надо будет чуть быстрее делаете breakfast именно к этому устройству применяются все андроиды загружаются фактически все скрипты и мейк если в рандроиде когда вы собираете вы просто мейк вводите выбираете hibasecal 4 едра и с богом оно собирается если все соберлось можно это в принципе проверить есть там средства отварки как-то посмотреть то есть если у вас ну во-первых желательно иметь какой-то консоль если у вас есть то есть вы надеетесь только на то что все правильно сделали и можно посмотреть во-первых через usb то есть он когда запускается init rd там запускается скрипт который записывает какие-то данные usb как отладочную информацию то есть можно посмотреть хотя бы запустился этот скрипт то есть пошел и запуск потом если все там нормально так же ему можно если если он запустился но не прошел все этапы допустим не нашел папку где у вас режим сам цел ему нужно будет подключиться по интернету там по ошибке запускается сервис интернет в конце будет с вами с так создание скрэчбокс таргета нам нужно собрать следующий этап мы собрали хау нижний вдоль нам нужно собрать все аппаратно-зависимые то есть как раз здесь собираются хибы из хау с гибриотепной поддержки графики и так далее все кладется в несколько пакетов и разворачивается потом на системе тут в принципе ничего такого сложного берется по нему смотрится файл выкусывается оттуда ваша архитектура и создается ссылка на которой по которой можно скачать таргет и вашей системы ну на самом деле сейчас там только два таргета это x86 и ARM7 потом этот таргет разворачивается у нас в банке мэр таргетс и ваши мэроменты там устройство архитектура также в него добавляются права вашего пользователя группы записи так все у нас есть таргет теперь нам нужно его пронициализировать чтобы мы могли из мэровского черта собирать исход из нужной архитектуры кстати тут можно собирать и пакеты которые выключат то есть это тот же самый таргет тот же самый рут просто мы его делаем сами руками тут может и так хорошо не ну в общем все это должно быть так мы создаем наш тарг теперь нам нужно создать локальный репозиторий что я еще не сказал мы запускаем а мы делаем выписывать спект файл к тем пакетам которые нужно собрать они стандартные практически все там просто копируется они сразу рекомендуют это все выкладывать в гид и потом всю систему собирать уже через через манифест файл который вы в начале xml файлов смотрите то есть добавляются записи которые из гитал также достают уже готовый спектр который мы здесь пропишем они там все адресы нужно собрать несколько пакетов там конфиги нужен сам droid нужна версия нужна нужно еще дополнительные какие-то вещи запускаем скрипт который живет vpn hd и начинается сборка пакетов там сначала собираются нижние там пакеты middle пакеты есть есть описание каких-то стандартных ошибок которые могут возникнуть также здесь могут возникнуть как раз ошибки если у вас неправильно собраны на первом этапе и нет ну в общем собрать любой пакет через sb2 sb2 это наборский топ с помощью которого практически чутаются на рут таргет на рут таргета и через какое он собирает эти пакеты есть еще mb2 через него можно если пакет вы собираете и указать fbm-баку в который положите соответствующий spec можно собрать попусту пакета это фактический тест таргета который вы спустили если он запускается если он забирается то все нормально допустим на 64-битные не советы переходим к сборке всей системы если у нас собрал сахал если собрались пакеты репхибы связанные с ними нам нужно создать рун систему которую все это поместит есть готовые дикстарт файлы они лежат в виде можно там с помощью очень большого скрипта сгенерить самому будет считать что мы указываем базовый эндиометр то есть релиз которого у нас будет миг брать последний это 2011 можно зайти на сайт посмотреть на виде который позволяет нам собрать именно rootfs для порта указываем дополнительный префикс версии и запускаем микс с этими параметрами в котором указываем kickstart файл и куда мы его положим какие действия еще предпринимать на выходе мы получаем жанр парк который лежит весь root в котором лежит root в котором лежит boot image и скрип который позволяет все это прошить через стандартные загрузчики вопрос если у нас все это запустить если у нас все собрать как нам это все загрузить есть несколько способов во-первых путь куда нужно разжить загрузить загрузить и загрузить кастом загрузчик он уже туда куда надо потому что он подходит скрипт распакует нужную папку иногда получается что что некоторые загрузчики не понимают этот скрипт и нужно делать все руками можно также это сделать через фаз фаз переводится это samsung можно через адб загрузиться в android войти в режим разработчика и через адб туда закинуть эти файлы в любом случае нужно вложить в эту банку и после того как вы ее положили android выключаете android через тот же фаз будет перешивать его загрузчика на тот который у вас получился и если повезет у вас запустить сообщ так если не повезет есть средства 2 так во-первых когда вы забираете халп у вас формируются два файла и хибра и рекавы можно также зайти посмотреть там пишется log если что-то не так происходит и оттуда можно загрузиться в прикавы теоретически можно даже там стартует система демона и туда можно подключить SSH при желании джумовских телефонов SSH видит выпад информации через Orton это в лучшем случае обычно на телефоне на samsung или на некоторых есть возможность к Orton подключиться Допустим, либо через USB как-то доставим, либо через звуковой интерфейс можно было забрать, возможно, какие-то технологические вводы оставить. Но это уже совсем всё плохо. Так что Томнет. Томнет у нас именно во время загрузки работает. То есть пока у нас грузится и ДРО, и не ТД, там можно подключиться по данному адресу. Если мы уже загрузились, и у нас уже есть, мы, допустим, можем подключиться и в АДВ, и в АПСССР, но загрузка не завершается до конца, есть какие-то проблемы с какими-то сервисами, мы можем воспользоваться всеми средствами и инвес, посмотреть уроки, соответствующим образом настроить журнал, чтобы он писал больше информации. Ну, это уже можно смотреть. А также можно установить Esteris и запускать, допустим, тот же Hound через Esteris. Здесь можно посмотреть для МС где-то. Ну, есть ещё несколько способов, о которых я забыл. Поездный суд. Основная информация, конечно, это Джо, работающий через ERC. Вся коммуникация по портингу, по тому, что выходит новая. Вообще, у нас СЭЛ пришла общая локация. Всё у них через ERC. Так что сервис Фринот, СЭЛ пришла из Портерс комната. Там можно задать вопрос, который будет вас интересовать. Также ссылка на ХДК на средней версии. Можно посмотреть, что на ERC Мира. Также можно посмотреть ERC на Мабабаю. Посетить какие-то странички хибриса. Во всяком случае, там описаны те устройства, которые уже проделаны. Там можно найти ссылку на контакты людей, которые этим занимаются. Можно у них также спросить. Допустим, если вы хотите одну из этих устройств запустить у себя, чтобы вам долго не искать исходники, можете обратиться по никам. Они все есть в ERC. На этих каналах. Все. Это мой контакт. Хотел вам показать, чуть не забыл. Есть два устройства, на которых рабочие портреты. Это такой красивый Xperia. Xperia 2011 года. Он очень старый, но все-таки на нем работает. Ссылка пишет. Достаточно хороший портрет. Достаточно хороший портрет. Вот. Второй, да. Новый день. Да, последний. И, собственно, Коперник. То бишь, Ермак. Если кому-то будет интересно, посмотрите. Я бросать его не буду. Ну, финаль должен. Что за еще? Не нужно. Попробуем. Коперерники. Коперники. Не нужно. Наши. Не надо кинуть. Смотрим, сколько его папка. Смотрим. Уронил. Он сказал, что они чинили. За антиклини. Да, ну есть порт. Дело в том, что в нём очень много датчиков, и большая часть датчиков ещё не поддерживается именно самим. Как вы на опусте с партии на пальцы? Можно подокон подоконнивать. Ну, у меня сейчас, я уже практически запянулся. Практически? Практически? Да. Практически? Практически? Практически.